А первых приветов всем от Анны и Орлова. Ушаков, Алексей. Еще вчера с утра собирался бы. Вечером позвонил, не может. Орлов, не может. Он в Рязанской губернии. Занимается строительством собственной усадьбы. Ну так, громко сказано, но тем не менее. Родового поместья. Форс-мажор. Теперь чего? По поводу супруги. А, ну по поводу Андрея Жучон. Значит, 20 лет отработал в Игане. Последние 30 лет занимается... Нет, последние 20 лет занимается ген-формационными технологиями. Мы со мной работаем. Нет, они крутые. Они вообще крутые. Они крутые, у них такая фирма с таким статусом. Да, да, да. Про супругов. Супруга 40 лет работает. Ну, в кольке. Ну, ленивая. У меня ничего нового, все безидейно. А что я при таком? Мужу вообще напрягаться, Леша? Да, да, да. А, мужа. Причем каждый год она любит... Как многим женщинам здесь за столом. Она любит помочь в саде на попить водочки. По этой причине она сегодня умотала в саде на попить водочки. Ну, а завтра начинается первый день практики очередного первого курса. А водки не дают еще? Ну да. Товарищ Шалков, а можно завести подгонение от опорсника, что ваша жена, так, на минуточку, доцент на кафедре картографии, доцент. А это вот так вот, между прочим, где-то она, понимаешь, просто в саде на пить мою руку. Ну, естественно. Ну, а что, уменьши не зажать, парни, дальше. А чего? У нас, значит, двое детей, двое внуков. Хотелось бы больше, но пока не получается. А что ты не стараешься? А он, что ли, виноват? Работать надо! Деньги надо, деньги давай, деньги, и все будет хорошо. Теперь, чего сам? Ну, 13 лет отработал в Институт географии, отдел психологии, на Министерство обороны. Ну, тогда шла афганская тематика. Все-таки активное воздействие на природную среду, то, что по сей день запрещено. Чего у нас нет. Нет, у нас этого нет, не надо. И не было, и не будет. Нет, нет, нет. И последние почти 30 лет геоинформационной технологией ими занимаюсь. С утра до вечера. Вместе с Андрюшей Орловым. Ну, чего еще? Да, попутно закончил тоже Мехват. Тот же самый, как и Витя. Нужда была. Чего еще? Да все вроде. Ну, вот. Безодеянно тоже. Как-то. Да, но. Чего хочу сказать. Я чуть-то так вот думал, что я немножко оторван. Всего. На самом деле, я понимаю, что, в общем-то, не так уж я и оторван. Я многих очень много. Периодически я вижу. Я вижу, что я, как-то так, по озвукам. На самом деле, по детям. Выясняется, что добрая треть, примерно, наших однокурсников, все-таки, все-таки детей отпускается на обучение, да? Нет. Это я или сам встречаю кого-то, или через супругу узнаю. Ну, вот, то, что вы говорили. Дочка Тома Чистякова сейчас вот планировала ландшафтную архитектуру вот у нас на участке там. Слава Богу, там где-то гектар целый у нас ссадина. Мы прикупили там дачу у нас. Дети и дочь, и сын, они тоже заканчивают у нас экскурситет. По этой причине у нас на даче периодически зависают и компании, и выпускников, и экскурситетов, и депутаты. Только не наши, вот мы садим. Следующего старчика. Детского старчика. Да. Значит, они на самом деле другие. Ну, что я хочу отметить, то, что было сказано. У нас был свой мир. Это мир нашего хоккета и мир нашего курса. У них тоже свой мир. Они другие, но это тоже свой мир. Свой хоккет, свой, я говорю, в жизни. И свой курс. Мехтоптик стоит русский по интересам. Русский там триатлон любителей. Мехтоптик сейчас пошла триатлон играть. Совершенно бешеный весь спорт, который на самом деле вообще чайникам нужно бить по колове, чтобы они дают. Можики не втянулись. Ну, да. Но, тем не менее. Значит, и... Прошлую субботу. Да, из нового. Эти ребята бьют гораздо меньше. Гораздо меньше. Да ты что! Да. Гораздо меньше. Больше, но лучше. При этом, кажется, первое воскресенье июня или каждое последнее воскресенье мая, начиная с пятницы вечера, субботу воскресенье, да. Вы бы это так скажем. Вся буйма забита автомобилями. Это приезжают большие выпускники. Их там бывает до пары, тройки, сотен. Их много, очень много. Разные курсы они там уходят. Да, да, да. Разные курсы. Мы грибируем. А просто на субботу я говорю, ну, они начали угоманиваться, то есть чуть-чуть начало стекать где-то только к 6 утра. До того, ну, просто гул идет с пойма. Гул. Стоят. А как там местные жители, или там, а местные жители там есть, или же только... Ну, почему Алексей Пиктар скупил, потому что все бегут оттуда. Нет, нет, нет. Возьми, дорогой, за даром отдадим. Нет, местные жители там. Теперь нельзя разговаривать. Вот, значит, чего я хочу. Я хочу быть давайте за подрослой. Режащие поколения, у которых свой факультет, свой курс и своя география, свой мир. Они интересные, они другие. Они, на самом деле, наши будущие. Они весьма неплохие, они очень интересные. Сто процентов. То есть я вижу их 30-30 лет, очень интересные люди. Давайте за них, за их будущие. Давайте за следующие поколения. До новых встреч! Продолжение следует...